Истасковался я уже по квесту Кипсейк, поэтому радуюсь, что этой ночью могу продолжить его для вас. После некоторых событий, дорогие друзья, у Лидии и Зака появился еще один диалог, который мы послушаем в начале этой части. Эльвандар? У этого лесного существа есть имя? Что? Откуда ты знаешь, что это вообще та самая тетрадь? У всех студентов этой академии есть тетради. Это может быть кто угодно. Я не думаю, что эти события как-то связаны. Может быть, ты и прав. Время покажет. Но одно я знаю наверняка. Я пообещала Эльвандару, что найду негодяя, который оторвал кусок его коры и заставлю его прийти и извиниться. Лидия, дорогая, я могу сделать для тебя что-нибудь. Не думаю. Мне просто нужно было больше времени проводить со своей подругой. Извини, Эльвандар, но мне надо идти. До встречи. Это эпичная походочка. Как же не посмотреть ее еще раз. Ну а теперь двинемся дальше, друзья. Думаю, что пришло время дернуть тот рычаг, который мы с вами не дергали. Заходя в комнату, дверь в которой была представлена каменной стеной. Мы открыли с помощью посоха ее. Давайте сейчас направимся в ту комнату. Мелодия так прекрасна. Задает настроение этой ночи. Я обожаю квесты ночью. Есть ли квест, то ночью быть героем каких-то таких интересных событий, когда уже время за полночь. Это я люблю. Так. Сейчас основная задача не зацепить статую дракона. Как вы знаете из комментариев, есть три вещи, на которые можно смотреть вечно. И одна из них это то, как я цепляю эту статую. Да-да. Но все же сейчас я попытаюсь быть осторожней. Так. А затем, как вы видите, поскольку у нас есть все предметы, мы с вами попробуем сварить зелье. Ну и что из этого выйдет, в этой части обязательно узнаете. Так что смотрим, друзья. И не отвлекаемся. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Так Заходим в эту дверь Вот здесь была та самая каменная дверь И вот он рычаг В прошлый раз я сказал, что мы не будем с ним спешить Ну давайте Дернем за него И мы видим, как Лестница чудесным образом Транспонируется В мост Соединяя две платформы Заметьте, здесь рычаг, здесь рычаг Потрясающе Лестница передвинулась к тому балкону Это ни к чему не приводит Чтобы пройти дальше Мы должны сварить с надобьем Так, ну и здесь Нам Зак Дает прямую подсказку Что делать Этим мы займемся Но где же нам его варить, как не на кухне Давайте пойдем на кухню В нее можно попасть двумя путями Я думаю, что раз мы находимся в этой области То пройдем с вами мимо Игры С Минотавром И потом попадем на кухню Нет, нет, Лидия Так, Муставио уже и след простыл Нравится мне головоломка с Минотавром Наверное, одна из любимых В этом квесте Так, а дайте напомню себе, что в этой двери Ну так На всякий случай Есть у меня мысли, что там Но на всякий случай Так точно Так И вот мы Возле этого Огня Который тоже не без помощи магии Здесь держится в воздухе Посмотрим Мы достали все ингредиенты Для снадобья смены формы Даже камин у нас есть Теперь осталось только найти котел Ну должен же быть в кухне Хотя бы один котел Ты не находила? Кажется, не повезло нам Поверить не могу Что мы не можем найти Какой-то дурацкий котел Мы должны притащить котел Из винного погреба К этому камину Чтобы сварить снадобья И он будет вовсе не дурацкий А очень практичный Правда тяжелый, зараза Мы должны притащить котел Из винного погреба К этому камину Чтобы сварить снадобья Еще разок Мы должны Хватит Волнистый пол Интересно Как они его ложили Может быть он потом Конечно вздулся из-за сырости Но все-таки Больше похоже на то, что он волнистый Если мы пройдем по этой крыше Мы сможем влезть в разбитое окно Экзаменационной комнаты Ты с ума сошла? Если ты упадешь Ты разобьешься насмерть Я не позволю тебе рисковать жизнью Тем более, что Есть другой способ попасть В верхнюю часть академии Другой способ? Да Свари мне снадобья Я превращусь в дракона И полечу туда Ну что ж Это будет правда проще Так Все Все Лидия ничего не говорит О чем-то о своем Постоянно молчит Давайте Вызовем наш лифт И наверное Они без помощи магии Поместимся в него В этот раз снова с Заком Так Вот котел Эй Он идеально подойдет для того Чтобы сварить снадобья Да Это замечательный котел Но как же мы его дотащим до кухни Придется немного попотеть Ну после стольких Километров Беготни Хуже уже не будет Боже Какой же он тяжелый Разве Что? Прежде чем поднимать этот котел Надо опустить сюда подъемник Еще раз Прежде чем Прежде чем Опускать сюда подъемник Надо поднять котел Так Идем Помню Помню что с подъемником Проблем не было Он опускался сразу Только мы Тянули за рычаг Так Отлично Ну что ж Поднимем Давайте посмотрим сверху Как он выглядит Когда еще не поднят Тут наверное не будет Такого экрана Только вот так Можем посмотреть На бочке муставио Он забрал их? Настолько Почистил пацан И след его Простыл Эту не забрал Значит это все таки Не его Ну либо вернется За ней потом Осторожно Огибаем угол Так Главное Чтобы он сейчас не поломался У подъемника Не хватает мощности Чтобы поднять Этот котел Опустить можем Ничего такого не говорят Думаю Думаю Должна подойти Немного ближе Говорит Зак Интересно О чем это Вон Об открытии двери Дистанционно Я сделал Двойной клик Когда она была далеко Ну-ка давайте Здесь попробуем Такой трюк проделать Странно Ну либо это На подъемнике Решили не рисовать Анимацию Готов отправиться В кладовку Это да Но как потом Мы поднимемся Нам придется Что все Оббегать Здесь недостаточно места Я не смогу Проехаться вместе С котлом Надо найти Другой путь Наверх Можно посадить Зака в котел Так быстрее Его переправить Здесь недостаточно места Надо Ну вот Если котел убрать То конечно Его там становится Предостаточно Прямо Ну ладно Отправляйся Даже на Ножках котла Теперь давай Перетащим котел Из подъемника К камину Драконьи головы И это классно Все Нельзя пользоваться Лифтом Может быть он сломался Нам нужно Теперь На кухню И как Это сделать Быстрее Друзья Через трещину Мы выйдем Туда К Ближе на улицу Наверное Так будет Быстрее Все таки О А я в предыдущей Частье говорил Что я таких Больше не видел Значит Видел Просто С того Угла Камера Они мне Показались Новыми Да Так Определенно Быстрее Ну я напомню Что мы Предусмотрительно Взяли Вот эти Вот Листья Улока Если вы Внимательно Смотрели То конечно Помните Где мы Их нашли Как раз Вот если бы мы Пошли через трещину Там Мимо одного Такого Широкого Зала Где есть Водное Колесо Вот Там Там Они Были Классные Щиты Отличающиеся Вот бы Лидия Оделась Себе На спину Один Такой Она Вообще Была Уже Как Персонаж Из готики Тогда Котел Уже Поджидал Нас На месте Не Надумала Что-то Нет Тут Сказать Вы Видели Смотрите Есть Котел Итак И это Меня Глючит Или Нет Видимо Меня Мне показалось Что его Нет Ух Какой Стерп Хороший Для защиты Можно Было Повесить Себе На Пояс Жаль Нельзя Отравить Обратно Фу Наконец То И даже Деревянный пол Не поцарапали Я думала Что мне Не хватит Сил Чтобы Дотащить Его До Этого Камина Я Был Б Рад Помочь Тебе Но Как Видишь У Волков Нет Рук Так Оно И Есть Так Ну В общем Этот Волнительный Момент Наконец Получено Достижение Вы видели Четвертое Видение Могущественного И страшного Дракона И никто Больше Не будет Смеяться Надо Мной Ты Хотел Сказать Что Опять Станешь Драконом Да Я Снова Стану Драконом Таким же Самым Каким Был До Того Момента Когда Студенты Превратили Меня В Волка Хорошо Что же Надо Делать Неубедительно Звучит Зак Зак Затем Добавьте Кожуру Плода Нигилис Предварительно Удалив С нее Всю Мякоть И Наконец Медленно Помешивая Засыпьте Лепестки Цветка И Прочитайте Следующую Формулу Шапус Инфинитис, Хидеи Юлокус, Нигилис Танестус Похоже, снадобье готово Как только я стану драконом, я займусь теми студентами, что заперли меня Что? Я... Я передумала! Не пей это, снадобье! Не надо этого делать! Зак! Снадобье не сработало! Ты остался волком! Ты в порядке? Зак! Отвечай! Надо принести холодной воды, чтобы привести его в чувство! О боже! Нет! Только не сейчас! И у нас четвертое видение Доченька... Мама, не говори! Береги силы! Тебе нужна твоя энергия, чтобы бороться с болезнью! Ты нужна нам, мама! Я один из самых могущественных волшебников на этой земле Я обладаю невероятными знаниями, недоступными никому другому Но я не могу найти то, что вылечила бы женщину, которая значит для меня все! Неужели все мои труды оказались напрасной тратой времени? Я не могу видеть, как она страдает Натаниэль, Селеста устала Отведи ее в ее комнату Пусть она немного поспит Нет, папа! Можно я буду спать здесь с мамой? Папа! Папа! Грустное видение Когда мама была жива, ты всегда помогал людям, папа! Селеста, я здесь! Ответь мне! Но вместе с ней умерла твоя радость Ты навсегда изменился, папа! Почему? Ну, потерять часть себя, как же не измениться-то? Если отрубить себе ногу, навсегда изменишься Моя бедная Селеста, что с тобой случилось? Что? Дверь в экзаменационную комнату Зак, что случилось во время моего вид... Снадобье? Я чуть не забыла, что он упал в обморок, когда выпил его Зак, где... Котеночек! Что ты здесь делаешь совсем один? Потерялся, дурашка! Ты знаешь, что кроме волка моего спутника и меня Ты единственное живое существо в этой академии Зак! Черт побери! Надо найти его, пока с ним ничего не случилось Но если не считать моего превращения в кота То твое желание уже сбылось Зак! Как? О боже! Снадобье дало какой-то не такой эффект! Совсем не такой! Да, черт меня подери! Извини, мне так жаль! Я же говорила тебе, что понятия не имею, как варить снадобья Кажется, теперь я не смогу доставить тебя в верхнюю часть школы Что будем делать? Я не хочу оставаться котом вечно Мы должны найти кого-то Попасть на второй экзамен можно только по крыше через разбитое окно Что? Ты с ума сошла? Это означает прогулку по крыше школы! Да уж, что-то пошло не так и забавно Но предугадывая сразу какие-то скоропалительные Как бы правильнее сказать Неправильные выводы некоторых прекрасных зрительниц Я ни в коем случае не пытался сравнить девушку с ногой Я просто имел ввиду, что мужчина и женщина две половины одного целого Женщина от мужчины, его часть И, конечно, когда он ее теряет То это такая травма, которая может изменить человека навсегда И это ужасно Вот Поэтому я просто перевел это на физическое увечье Ни в коем случае, никаким образом это не было унижением Так что не подумайте Потому что кто-то может так истолковать Ну а мы видим, что, друзья Зак, даже став котом, все так же боится этого места И это, конечно, забавно Давайте посмотрим, у нас ингредиенты ушли Нет, они у нас здесь есть Мы оказываемся на этом самом месте, где приводили рычаг в действие Но что будет, если мы сходим на кухню и посмотрим, что там случилось с котлом Давайте сбегаем, посмотрим Четвертое видение оказалось грустным Такой контраст, знаете, чувств Оно заставило нас грустить Тут же стало смешно от того, что Что стало с Заком Я почему-то так и думал, что что-то пойдет не так Ну, кстати, коты, которые хорошо взбираются по деревьям, может и там он сможет собраться, если мы его из окна выпустим Так, 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 так На кухню, на кухню Это сюда И, быть может, он еще о чем-то поговорит с Лидией После того, как стал котом Если мы будем долго бездействовать Если это так, то в конце части Подошью это вам Вот так Вот так Без изменений все Так, в эти окошки нельзя Сейчас вам посмотреть Здесь огонь еще горит Да и здесь горит И котел на нем стоит Но действий мы никаких предпринять не можем Но, наверное, можем Отправить Зака Сюда Вот сюда И возможно ли это Вы узнаете уже в следующей части На Виртуозила Game World Ну, если они о чем-то поговорят Сейчас подожью Тихо в лесу Только не спит Виртуозила и Зак Зак говорить о чем-то с Лидией рад Давайте посмотрим, ребят Е-раз-два Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому